В Казахстане наблюдается рост заболеваемостью корью. Заражение чаще происходит в организованных коллективах, в детских садах и школах. Также высокий риск заболеваемости у тех, кто ранее не болел данной болезнью или по каким-то причинам не был привит. О том, как обстоят дела с эпидемиологической ситуацией в Акмулинском регионе, смотрите далее. Корь является одной из самых заразных болезней, известных на сегодняшний день. Она может привести к серьёзным осложнениям, таким как пневмония, коревой энцефалит и менингит. Единственный источник заражения – это больной человек в последние дни инкубационного периода. Распространение вируса происходит воздушно-капельным путём. ВОЗ в 2022 году уже отмечал рост заболеваемости корью. Наибольшее количество было зарегистрировано в африканском регионе. Если в мире было зарегистрировано 156 тысяч случаев кори, то 63 тысячи случаев было зарегистрировано в африканском регионе. В 2023 году продолжается рост заболеваемости кори. По республике у нас также отмечается рост. На сегодня зарегистрировано более 18 тысяч случаев кори. Среди них 15 тысяч – это дети до 14 лет. Из 18 тысяч – 6 тысяч случаев подтверждено лабораторно. Важно отметить, что прививка предупреждает развитие кори, даже если она была проведена во время ухудшения эпидемической ситуации. Вакцина против кори создаёт надёжный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет. Наибольшее количество случаев на сегодня регистрируется в городе Алматы – это 6746 случаев. В Чемкенте – более 3000 случаев, в Алматинской области – 2200 случаев, в городе Астанец – 746 случаев. За 41 неделю по республике зарегистрировано 1996 случаев кори. По нашей области зарегистрировано 59 случаев с подозрением на кори. Из них 41 – лабораторно подтверждён. Наибольшее количество регистрируется случаев в городе Кокшетау, в Степногорске. И из 41 лабораторно подтверждённого случая 83% приходится на детей до 14 лет. В соответствии с национальным календарём профилактических прививок, плановая вакцинация детей против кори проводится в возрасте 12-15 месяцев и повторно в 6 лет. Также стоит знать, если вы или ваш ребёнок всё же заболели, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, вызвать врача из поликлиники по месту жительства. В случае тяжёлого состояния вызвать скорую медицинскую помощь. Эдуард Погребицкий, Алишер Шакубаев, Кокщак, Парад.